Приветствую всех любителей магазина FixPrice. Недавно я была в этом магазине и сделала кое-какие покупки. Кому интересно, приглашаю к просмотру. Итак, я купила вот такие платочки носовые, бумажные. Здесь их 10 штук. Написано трехслойные. Я как-то их брала, но они были, по-моему, двуслойные. Давайте посмотрим, что означают трехслойные. И вообще, мне кажется, они очень удобные носить в сумке. Вот так кинула в сумку. Очень удобно. Они похожи на обычные салфетки, разве что отличаются количеством слоев. Давайте вытащу, посмотрим. Вот такие салфетки. Вот, довольно мягкие, приятные. И должно быть, наверное, здесь три слоя. Точно вот я вижу. Здесь три слоя. Три тоненьких слоя. Я как-то брала, были двуслойные, а вот эти, значит, три. Вот. Вот что значит трехслойные. Да, понятно теперь. Ну, приятные они очень. Мне нравятся. Советую, кто не брал, можете подготовиться к сезону соплей. Так, взяла я еще такой кислородный отбеливатель, оксикристалл для цветного белья. Слышала очень много хороших отзывов, поэтому решила попробовать. Сама беру первый раз, как бы, но слышала много хорошего. И вообще, мне кажется, в фикс-прайсе очень неплохие отбеливатели. Вот такой взяла. Взяла еще порошок частин. Я всегда беру частин жидкий, но в этот раз решила попробовать вот такой порошкообразный. Ну, тоже написано, предназначено для чистки кухонной посуды, ванн, раковин, кафеля, плитки. Это у меня лимонный всплеск. Был еще другой аромат. Еще не пробовала. Попробую, расскажу в пустых баночках, стоит брать или нет. Так, взяла я еще вот такой лак. Мне цвет показался таким приглушенно-красным, очень интересным. Но вот я его покрасила, но на самом деле цвет более яркий, чем здесь. Но лаки эти неплохие. Я уже не первый раз беру. Могу посоветовать. За такую цену, конечно, можно попробовать. Еще взяла зубную пасту. С экстрактом коры дуба. Написано, эффективно удаляет зубной налет, обеспечивает свежее дыхание и препятствует образованию зубного камня. Но насчет удаления зубного налета я сказать не могу. Мне кажется, зубы желтеют с этой пастой. Но для укрепления десен я изредка все-таки беру. Вот первый раз взяла в фикс-прайсе. Вот такая паста, довольно-таки большая. Здесь 170 граммов. Зафольгирована. Попробую тоже в пустых баночках расскажу. Так, взяла я еще такой контейнер. Не первый раз его беру. Он мне очень нравится. Вот так вот открывается. Ну, видели, наверное, уже. Я люблю складывать всякие бусины. Занимаюсь бижутерией, поэтому мне как раз такие контейнеры очень подходят. Вот, ничего не сыпется. Очень милые, красивые, удобные. Очень красивые и удобные. Так, еще взяла ручки гелевые. Здесь 4 ручки и 6 стержней. Написано «синие чернила». Я еще не открывала. Давайте вместе откроем, посмотрим. Ручки вот такие толстые. Так, сейчас. Не знаю, удобные ли они. Они очень толстые. Сейчас попробую написать. Пишут хорошо. Удобно писать. Вот, надеюсь, пасты тоже хорошо пишут. А так, вообще, конечно, толстая ручка для меня. Вот такие ручки взяла. Дальше. Взяла такой чай «Гринфилд». Первый раз его вижу. Написано «Милки ООЛонг». То есть, какой-то молочный вкус должен быть у них. Первый раз вообще вижу чай «Гринфилд» в фикс прайсе. Ну что ж, буду, наверное, пробовать. На особый вкус не рассчитываю. Какой-то молочно-сливочный вкус должен быть. Вот такой чай. Взяла я еще тряпочки для уборки. Тоже первый раз такие беру. Обычно брала из микрофибры. Нечто подобное. Но это не микрофибра. Это, значит, 80% полиэстер и 20% полиамид. Написано. Что-то такое очень синтетическое. Ну, взяла. Наверное, это удобно. Иногда дети в школу просят какие-то тряпочки для уборки. Удобно будет отдать. Вот. Еще взяла свои любимые тряпки для уборки. Вот такие. 30 на 30, 20 штук. Очень люблю вытирать на кухне столы. Всегда беру. Мне нравятся. Поиспользовала и выкинула. Очень приятные тряпочки, салфеточки. Так. Взяла я еще, вернее, искала вот эти палочки давно. Это трубочки коктейльные. Причем я их искала в отделе для кухонных принадлежностей. А обнаружила в отделе, что для праздника. Вот тут и написано Пачи. С удивлением обнаружила их там. Ну, ладно, хоть нашла. Здесь их очень много. 150 штук. Такие яркие, нарядные, радостные. Люблю делать коктейли, поэтому взяла. Вот. Так, взяла я еще для мытья посуды вот такое средство. Селена написано. Это средство, в общем, 3 штуки за 49 рублей. В общем, 16 чем-то стоит. Очень дешевое. Ну, такое жидкое довольно-таки. Ну, за 16 рублей, наверное, здесь 500 миллилитров. Это неплохо. Даже если оно жидкое. Кстати, я обратила внимание на колпачок. Здесь любимый мой колпачок. Вот такой. Такой мне очень нравится. И один колпачок, например, Фаберлик стоит 15 рублей. А тут целое средство за 16 чем-то. Это, наверное, дешево. Можно попробовать. Так, взяла я еще два футляра для солнцезащитных очков. Сейчас уже пора убирать очки на зиму. Такие у меня и раньше были. Мне они нравятся. Потому что они очень вместительные. А очков у нас много. Поэтому вот хочу уже убрать на зиму. Даже, мне кажется, сюда помещается целых двое очков. Вот так. Видите? Помещается. Если у вас их много, можете по две штуки складывать. Вот такие. Довольно качественно прошито. И второй вот такой. Этот поменьше. Я думала, поместится или нет. Но вроде тоже помещаются. Да. Вот такие миленькие. На зиму куда-то в шкаф убирать. Удобные футляры. Так, взяла я еще две седушки. Вот такие. Они мне показались очень красивыми. Я раньше такие уже брала. Мне в них нравится вот такая застежка. Очень удобно сажать и снимать на табуретку. Размер у них 34 на 34. У кого вот табуретки такого размера, можете взять. Но эти мне очень понравились именно своей расцветкой. Какие-то вот золотые цветочки. Взяла их два. Вот. Две седушки. Так, еще мне очень захотелось пить. И я взяла вот такой сок небольшой. Но сок, конечно, никакой. Здесь написано сокосодержащий напиток персиковый и яблочный. Но здесь слишком много воды. Вообще на вкус сплошная вода. Поэтому советовать не могу. Но взяла, попробовала. Больше не буду брать. Вот такие были у меня покупки из фикс прайса в этот раз. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Не пропускайте новые видео. И пока-пока. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok